Сегодня у нас на тесте Chevrolet Cruze Hatchback. Автомобиль не новый и, по большому счету, он отличается только тем, что лишился задней части. Интерьер в целом остался прежним. Оригинальная текстильная накладка на передней части, россыпь кнопок и не очень яркий дисплей, на котором отображается радиостанция, температура за бортом и дата. Когда светит яркое солнце, различить эти цифры не очень легко. Кнопки управления печкой и микроклиматом расположены не очень логично. Они все... здесь встречаются кнопки одинакового размера и управляться ими вслепую не очень удобно, но это дело привычки. Посадка в Cruze располагает к активной езде. Низкое кресло, которое, кстати, регулируется по высоте, и удобный пухлый руль с приливами в зоне хвата. Отдельно можно похвалить хорошо читаемые приборы. Помимо стандартного бардачка, у Cruze на передней части расположен вот такой вот тайничок, куда можно положить чеки, монетки или какие-то карты. Управление светом реализовано не очень привычно, не так, как на европейских или японских автомобилях. За свет отвечает такой барашек. Благо, свет можно оставлять постоянно включенным, достаточно вынуть ключ из замка зажигания, и он сам за собой погасит цветовые приборы. Ну, что касается управления автомобилем в движении, Cruze радует хорошей энергоемкой подвеской, которая проглатывает любые кочки и неровности. В этом полный порядок. Бойцовским характер Cruze назвать не получается. Слишком растянутые передачи, особенно первая, на которой можно разогнаться до 40 или даже 45 км в час. Свою лепту вносит и характер мотора. Пик крутящего момента, которого размазан по всему диапазону оборотов. Рулевое управление, как и тормоза, не вызывают нареканий. Думаю, основная проблема в том, что модель не новая, и пора бы компании Chevrolet задуматься над обновлением. Продолжение следует...